Да, эти беспилотники. Российские беспилотники и артиллерия в ночь на пятницу нанесли удары по всей Украине. По данным региональных властей, погибли по меньшей мере 7 человек, еще 43 получили ранения. Новые системы ПВО, в числе постоянных запросов Киева к западным партнерам. Новые пакеты военной помощи, о которых говорили на саммите НАТО, включают ракетные батареи «Патриот» и истребители F-16. США, Дания и Нидерланды заявили, что Киев получит первые такие самолеты уже до конца лета. Отмечается, что решение отчасти стало реакцией на недавний массированный удар по украинским городам, в том числе Киеву, когда под обстрел попала крупнейшая детская больница страны. В Киеве приветствовали решение стран НАТО. Будет, в общем, уже очень скоро решение по F-16 с большим количеством лета Киев, доступных в Украине. Вчера для Украины мы отримали решение про еще пять Патриотов, десятки инших систем по ПУ. Сегодня решение по летакам. Предполагается, что американские системы Патриот могут сбивать в том числе новейшие российские гиперзвуковые ракеты. При этом на саммите заявили, что гиперзвуковые средства западной разработки в перспективе будут размещены в Германии, наряду с другими системами, способными достичь российской территории. Союзники по НАТО заявляют, что Альянс уцелеет только в том случае, если Россия потерпит поражение в войне против Украины. 32 страны объявили о ряде новых обязательств перед Киевом, поскольку Россия продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по больницам. Альянс пообещал Украине предоставить дополнительно пять систем ПВО Патриот. США, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились отправить в СУ свои истребители F-16. Продолжение следует... 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 Сепсет, как и так, это не значит, что можно для того, чтобы вы не могли быть вверху. В Албании поразило беспрецедентная волна тепла. Температура в некоторых центральных районах достигла 42 градусов по Цельсию. В южном районе Дропул, в 250 километрах к югу от столицы Тираны, произошли мнagочисленные лесные пожары. Возникли проблемы с доступом к отдалённым горным районам, где распространяется пламя от многочисленных очагов возгорания. А в распоряжении пожарных и пришедших к ним на помощь военнослужащих имеется лишь один вертолёт. Мощная волна тепла, которая затронула некоторые части Центральной и Южной Европы, привела к повышению столбиков термометров и в соседней Сербии. Там зафиксировали температуру на севере около 35 градусов по Цельсию. А в столице Белграде врачи сообщили, что оказывали помощь людям, которые теряли сознание, чувствовали головокружение или жаловались на головные боли из-за жары. Похожая ситуация сложилась и в Словении. Жители столицы Любляны вынуждены стоять под импровизированными разбрызгивателями, чтобы хоть как-то охладиться. Европа считается наиболее быстро нагревающимся континентом планеты. В нескольких европейских странах действует предупреждение об опасности, связанной с жаркой погодой. Ожидается, что во многих районах температура в этом году достигнет около 40 градусов по Цельсию. Близится кульминация чемпионата Европы по футболу. Финальный матч между Англией и Испанией. Немецкие отели, бары, рестораны подсчитывают выросшую прибыль. Турнир послужил толчком к росту не только индустрии гостеприимства. Секс-бизнес Германии переживает настоящий бум. По оценкам, во время евро в стране работали более 100 тысяч проституток. А для оказания секс-услуг футбольным фанатам в принимающие чемпионат города прибыло почти 14 тысяч секс-работников. Проституция в Германии разрешена законом с 2002 года легально работают публичные дома. Например, во Франкфурте их больше 30, а в Гамбурге — 90. В Берлине даже открыли специальные уличные будки для оказания секс-услуг. Согласно недавно принятому закону, любое заведение подобного рода должно быть официально зарегистрировано. Однако тестирование сотрудниц и сотрудников на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путём, не является обязательным для получения лицензии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok